МИХАИЛ БУЛГАКОВ Михаил Булгаков в середине прошлого века написал «Роль литературы в жизни человека трудно оценить. Книги воспитали не одно поколение людей. Из поколения в поколение именно при помощи книг передавался опыт, накопленный веками. В книгах хранились знания, запечатлевались открытия. Книги являли собой трибуну для провозглашения новых идей и мировоззрений. В трудных жизненных ситуациях человек приобретает в книге и черпает из нее мудрость, силы и вдохновение. Книга универсальна. В ней человек может найти ответ на любой интересующий вопрос. Реализуя свою эстетическую функцию, литература учит прекрасному, доброму, формирует нравственные принципы. Героини и герои книг становятся образцами для подражания. Их образы и мысли берут за основу своего собственного поведения. Поэтому так важно в период становления личности обращаться к правильным книгам, которые дадут верные ориентиры. 2015 год в нашей стране был объявлен годом литературы. И сегодня я предлагаю вспомнить, какими событиями он был наполнен. Здравствуйте, с вами программа «Русская культура. Истории О». 120 лет исполнилось в этом году поэту-земляку, чье имя по сей день звучит во всем мире. Сергей Есенин давно стал одним из символов Рязани, а в 2015 году прошло огромное количество мероприятий, посвященных ему. Имя Сергея Есенина в этом году звучит особенно звонко. Страна отмечает 120 лет со дня рождения великого поэта. В чем величие его? В песенности и лиричности слога? В образности и метафоричности языка? Пожалуй, прежде всего, в том, что строки, написанные им более ста лет назад, по сей день являются объединяющим народ началом. Есенин – поэт соборный, объединяющий. Ольга Ефимовна Воронова уже многие годы изучает творчество поэта. Ей принадлежат многочисленные труды, исследовательские работы, книги. В ее работах и встречаются рассуждения о соборности поэта Есенина. Есенин – поэт не только России, но и всего мира. Его стихи переведены на 150 языков народов мира. И каждый народ находит в нем что-то свое. Немцы и австрийцы называют его русским Моцартом, англичане – русским Гамлетом, французским или русским Франсуа Виньоном. То есть, как во всяком великом поэте, в нем есть общечеловеческое начало. Поэтому он так интересен читателям, почитателям поэзии всего мира. Ольга Ефимовна перечислила отклики современников и потомков поэта. Невымышленный персонаж Достоевского. Пушкин XX века. Крестьянский Тургенев. Новый Орфей. Дон Кихот. Деревни и Березы. Сельский Гамлет. Русский Моцарт. Это все о нем. О деревенском златоглавом пареньке. Рязанском Леле. С пронзительно синими глазами. Душой поэта. И призванием пророка, поднявшимся из глубин крестьянской Руси к высотам мировой славы. Сегодня биографию и творчество Есенина изучают во всем мире. Пытаются проникнуть в тайну его, казалось бы, простой и всем понятной, близкой лирики. Многие ученые сходятся в одном. Важно лишь то, что поэт любил свою родину. И прежде всего, малую, землю рязанскую. Поэтому в его строках часто встречаются мотивы и образы, которые переносят читателя в Константиново начало 20 века. В далеком 1965 году Сергей Романов сделал первый снимок, посвященный пейзажам родины Сергея Есенина. Сейчас это большой проект. Вы знаете, русскому человеку решиться на то, чтобы отдать дань уважения национальному гению, в общем-то, немного нужно решительности. Я его люблю. Некоторые вещи я считаю его просто гениальными. Хотя он и не является моим любимым поэтом. Он ведь, понимаете, если так глубоко, если это вас интересует, то его поэзия, лирическая, разумеется, поэзия – это выражение самых основ бытия любого человека. Но таких, знаете, биологических основ – молодость, любовь, уход молодости, старость, разгул. И он это гениально выразил через поэзию. У него нет интеллектуальности, как, например, у Заболоцкого или Убродского. Он велик именно эмоциональным откликом поэзическим на движение нашей души. Чисто эмоциональное. В каком смысле он певец именно того самого простого народного чувства бытия, которое, собственно говоря, есть для большинства из нас основа всей жизни. Вот этим он велик. Поэтому они любят его народу. Фотографировать пейзажи, которые когда-то вдохновляли великого поэта, оказалось делом, лейтмотивом, проходящим через всю творческую жизнь фотохудожника. Когда я размышлял и думал, читал и поэзию, и критическую литературу, мне показалось, что у него есть некие определенные доминантные точки, некие сущности. Ну, если так вот, для примера, да, небо, земля, зима, лето, да, там, дорога, да. Вот именно базируясь на них, я и стал искать сюжеты для своих визуальных реконструкций. Вы заметили, наверное, у меня дорога, да, храм, да, там, у него храм, дорога, зима, лето, да, вода, вот, туман, предположим, да. И все это вот изображено мною. А мотивы я черпал у него, как основополагающие точки. То есть он мне дал, как бы, такие, знаете, есть такое понятие, реперные точки. Вот реперные точки, базовые. А я уже пытался визуализировать. Как говорит Сергей Романов, в фотографии есть все художественные средства, чтобы зрительно обозначить образы из поэзии Есенина. Вообще фотография обладает неким набором изобразительных средств, которые позволяют выразить именно иммажинистические направления в литературе начала 20-го века. Я их здесь не использовал, за редким исключением там есть некоторые вещи. Но композиционно я пытался делать так, чтобы все работы были уравновешены, централизованы, статичны, с тем, чтобы выразить некие фундаментальные вещи, которые, собственно, я и пытаюсь выразить. И вот это я передавал через композицию. Выразить свою любовь к поэту так или иначе пытаются многие люди, связанные с творчеством. В музее Сергея Есенина в Константиново к юбилею выставили уникальные мемориальные вещи, которые обычно находятся в фондах в связи с особым режимом хранения, а также предметы, посвященные поэту. Две работы. Одна из них вот эта, это «Шерли Мань». Этот портрет считается одним из лучших портретов Сергея Есенина. И, кроме того, работа Якушевского, которая находится у меня со спиной. Это тоже один из очень известных художников. И этот портрет Сергея Есенина также считается наиболее полноотражающим его духовный мир, его глубокую связь с русским народом, со своей страной. В принципе, выставка, которая посвящена 50-летию, она еще объединяет, показывает любовь действительно людей к поэту от самых маленьких до самых взрослых. То есть они делали поэт о посвящении, например, в 65-м году, когда Есенин, ну, конечно, уже не считался запрещенным поэтом, но был еще не до такой степени известен. Дети из мультичинской школы сделали вот такое вот полотно, вышли его сами. Вот. То есть ему сейчас уже тоже 50 лет. То есть есть и другие отзывы о том, что нужно организовать здесь музей. И работы, посвященные Есенин, приходят постоянно в музей как дар. Надо сказать, что сам музей в этом году тоже празднует юбилей – 50 лет. И, по словам сотрудников, люди до сих пор приносят свои посвящения поэту. Большинство все-таки русских людей, они очень тесно связаны с Россией, то есть душа каждого человека связана корнями с нашей землей. И поэзия Сергея Есенина, она тоже фактически выросла из духовной поэзии, души русского человека, поэтому она близка каждому из нас. Ну и, на мой взгляд, каждый человек может в поэзии Есенина найти что-то для себя. Какой-то ответ на вопрос или комментарий к сегодняшним событиям. Она до сих пор актуальна. Она не потеряла ни своей красоты, ни новизны, ни пользы. И, конечно, у каждого есть любимые есенинские строки. Несказанная синяя нежная тих мой край после бурь, после гроз. И душа моя поле безбрежное, дышит запахом мёда и роз. Я утих, годы сделали дело, но того, что прошло, не кляну. Словно тройка коней оголтела, я прокатилась через всю страну. Напылили кругом, накопытили и пропали сквозь дьявольский свист. А теперь вот в лесной обители даже слышно, как падает лист. Пять лет исполнилось в этом году новому государственному празднику – Дню русского языка. Его не случайно празднуют 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, которого давно признали создателем русского литературного языка. Он также открыл золотой век русской литературы. А вот незаслуженно забытым представителем золотого века стал наш земляк Яков Петрович Полонский, чей юбилей тоже отпраздновали в 2015 году. Наша конференция называется «Яков Петрович Полонский. Личность. Творчество эпоха». То есть творчество Полонского мы рассматриваем в контексте эпохи культурной, духовной, литературной, конечно, эпохи. То есть вот именно как представитель своей эпохи он нам интересен. Ну а взгляд на него, конечно, из уже 21 века. Это взгляд современного человека. В свое время Полонский был даже популярнее самого Пушкина. Но впоследствии его творчество немного забыли. И сегодня при упоминании имени Якова Петровича в лучшем случае вспоминаются строки «Мой костер в тумане светит». Можно услышать порой, что золотая голова Есенина заслонила фигуру Полонского, что Якову Петровичу не отданы заслуженные им почести, нет памятника, посвященного ему, нет музея Якова Петровича в Рязани, еще не истинно полное собрание его сочинений. То есть все, что теперь уже есть у Сергея Александровича Есенина вместе с всемирной славой. Но сегодня, я думаю, мы переживаем настоящий момент истины, очень важный переломный момент. Стихи Полонского довольно часто становились источником вдохновения для композиторов. Внук Якова Петровича провел настоящую исследовательскую работу, чтобы объединить в одном письменном источнике все романсы на стихи рязанского поэта. Эти записи хранятся в музее-заповеднике «Рязанский Кремль», как и другие личные вещи Полонского. Подробнее об этом расскажет Ирина Кусова. Коллекция, посвященная Якову Петровичу Полонскому, начала формироваться еще в XIX веке, то есть при жизни поэта. Это вот как раз те предметы, которые Яков Петрович передавал сам в музей, в частности, вот эту золотую пушкинскую медаль, которую ему вручила Академия наук, он передал практически за несколько месяцев до своей смерти. Он ее получил в последнем году своей жизни, в 1898, и передал ее в музей. Венок, значит, он более ранний, это 1887 год. Это был год, когда вся литературная общественность отмечала 50-летие литературной деятельности поэта. Будучи еще далеко, так сказать, не старым, повредил ногу, колени. И как-то было такое тяжелое время в его жизни, когда уходила из жизни первая супруга, ему было не до себя. То есть он вовремя не обратил внимания, и, как вспоминают, он буквально в эти дни после этой травмы ползал, значит, по квартире, но ему было не в досуг. И, видимо, там произошли какие-то необратимые изменения, поскольку впоследствии он всю жизнь вынужден был пользоваться костылями или ходил иногда там с костылем и тросточкой. И вот те костыли, что находятся в нашем музее, были подарены ему, его очень близким другом, Иваном Сергеевичем Тургеневым. Внук по линии его старшего сына Александра, Алексей Александрович, собрал в середине 60-х годов материалы о том, какие из произведений Полонского были положены на музыку, и составил такой реестр композиторов, которые обращались к творчеству Полонского и, значит, писали романсы и другие произведения. Вот в этом списке более 50 имен. В завершении сегодняшнего выпуска снова приведу слова Булгакова. Образцом мужественности во все времена были сильные герои-борцы, которые руководствовались светлыми идеями во имя справедливости и любви. Таким образом, роль литературы во все времена и в современности помочь человеку постичь самого себя и окружающий мир, разбудить в нем стремление к истине, счастью, научить уважению к прошлому, к знаниям и принципам морали, передающимся из поколения в поколение. С вами была программа «Русская культура. Истории О». «Русская культура» Русская культура 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 «Русская культура»